МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 43-го года. Именно столько длилась Курская битва. Повернуть ход войны в свою пользу гитлеровцам так и не удалось. Советские войска победили в одном из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. Ежегодно 23 августа в России отмечают День воинской славы. Почтили память героев и в Самаре. В церемонии возложения цветов к горельефу скорбящей матери Родине приняли участие вице-губернаторы региона Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина и неравнодушные жители города. Тему продолжит Ольга Павлова. Множество алых роз и гвоздик у вечного огня и минуты молчания в память о бойцах, которые в Курской битве не позволили немецко-фашистским захватчикам обернуть сражение в свою пользу. Для собравшихся на площади славы 23 августа, день особенный, могилу своего деда Иван Киселев нашел совсем недавно под Малый Ярославцем. Похоронка пришла в 43-м, но тогда узнать, где захоронен боец было невозможно. Могилу ветерана войны обнаружили по книге памяти. Спустя 79 лет внук впервые возложил к ней цветы. А на площадь славы к вечному огню Иван Киселев приходит каждый год в День воинской славы, считая участников Великой Отечественной войны настоящими героями и защитниками Родины. Если мы не будем помнить своих героев, нам придется почитать других. Связь поколений не прерывается. Пока есть связь поколений, будут помнить. Пока мы помним, они живут. Курская битва длилась ровно 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа. Гитлеровское командование планировало провести крупное сражение летом 43-го года. Немцы начали наступление на Курск от Орла и Белгорода, пытаясь прорвать северо и юго линии советской обороны. Но за 30-40 минут до его начала наши войска провели контрподготовку. Мощнейший обстрел немецких позиций, сильно ослабивший потенциал гитлеровцев. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, полторы тысячи танков, более трех тысяч самолетов. Но утраты советских войск превзошли немецкие и составили 863 тысячи человек, в том числе 254 тысячи безвозвратных. В память о погибших и героической победе советских солдат в этой битве в России установлен День воинской славы. В Самаре в церемонии возложения цветов к вечному огню приняли участие вице-губернатор Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, представители ветеранских общественных организаций и юнормейцы. Свыше 100 тысяч советских воинов за победу в Курской битве были награждены орденами и медалями. 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание. В 21 веке, в День воинской славы, уже о других российских бойцах вспоминают юнормейцы и пишут письма солдатам, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Дорогой солдат, возвращайся поскорее, целым и невредимым. Мы вас ждем. Здравствуй, дорогой солдат. Спасибо тебе за службу. Желаю тебе крепкого здоровья и вернуться живым. Спасибо вам за службу. Спасибо за то, что мы можем жить спокойно и ничего не бояться. Мы вами гордимся. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина побывала в Кировском районе и проверила общественные пространства, среди которых те, что были в последние годы отремонтированы по федеральным и региональным программам. Также во внимание Елены Лапушкиной попали и дворы, жители которых обращались к главе города. Подробности в нашем сюжете. Сквер «Дубовый колок» на улице Старозагора – одно из первых мест, которые благоустраивали в Самаре по программе формирования комфортной городской среды, части нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас и лавочки, и детские площадки, и сцена со зрительскими местами сохранились. Территория продолжает пользоваться популярностью. Остается вопрос по наполнению озера водой. Во время объезда Кировского района глава Самары Елена Лапушкина выслушала предложение о том, как восстановить уровень воды. Возникают вопросы по наполнению озера. Это такая общая проблема города. Все равно мы это решение найдем, и совершенно точно вода там появится. Еще один сквер, который стал любимым у горожан – сквер Невского в Зубчининовке. Здесь находится скейт-парк, который всегда наполнен юными экстремалами. Тренеры-общественники проводят в сквере занятия на открытом воздухе, а жители совместно с настоятелем соседнего храма организуют праздники и концерты. С храмом? Не то слово. Мы с ними в унисуме работаем. Мы подключаемся, свет берем у них, праздники проводим совместные. Вот в ДНР собирали помощь, тоже совместно делали. Понимаю, что вечером здесь гораздо больше людей. И рада, что эта территория жива, что она, в общем-то, даже и наполняется. Надеюсь, что когда-нибудь у нас здесь появится такая большая детская площадка. Тем более, место для него есть, место подготовленное для детской площадки. За территорией ухаживают, и она вот точно любима. Глава города во время объезда посмотрела также и школьную аллею на Ташкентской, и сквер фискультурников. К содержанию этих территорий замечания минимальные, а вот работы по уборке прилегающих дворов и дорог необходимо усилить. Такое поручение дала глава Самары управляющим организациям. По уличной дорожной сети есть замечания, и по содержанию приладковой территории, и по косу, по подбору мусора. Надеюсь, что в ближайшее время вот эти огрехи будут устранены. Во время объезда Кировского района Елена Лапушкина заехала и во двор дома номер 155 по Зубчининовскому шоссе. Жители дома обращались к главе во время прямого эфира на телеканале «Самары ГИС» с просьбой привести в порядок футбольное поле. На месте оказалось, что управляющая компания не выполняет и другие обязанности. Хозяйственникам была поставлена задача устранить недоработки. Часть жителей пригласила на прием, который будет в ближайшее время, и спорные вопросы по обслуживанию управляющей компании, я надеюсь, мы там разрешим. Еще глава Самары оценила состояние бульвара металлургов, отремонтированного по федеральному проекту в 2019 году. Здесь ресурсоснабжающие организации должны восстановить благоустройство после проведения своих работ по замене коммуникаций, а городские предприятия должны заменить несколько аварийных деревьев около памятника Мочелову. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Уже на следующей неделе начнется новый учебный год. В Самаре около 15 тысяч первоклассников впервые сядут за парты. Готовы ли школы города ко встрече с учениками, выяснила Александра Гусева. В новом учебном году Самарские школы готовятся принять 128 тысяч детей, из которых 15 тысяч первоклассники. В образовательных учреждениях города прошли проверки, по итогам которых все школы, детсады и организации дополнительного образования признаны готовыми к безопасной и комфортной работе. Совсем скоро будет 1 сентября, День знаний. Мы, конечно, с нетерпением ждем наших школьников. И проведена достаточно серьезная работа в подготовке школ к новому учебному году. Мы традиционно ремонтировали пищеблоки и столовые, мы ремонтировали кабинеты и кровли, мы ремонтировали спортивные объекты и ограждения и много-многое другое. Безусловно, все учебные заведения, это касается и общеобразовательных школ, и дошкольных учебных заведений, и школ искусств, и спортивные школы, все прошли проверку, и абсолютно все признаны готовы к новому учебному году. Капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов провели в 34 образовательных учреждениях. В 139-й школе давно задумывались над тем, чтобы отремонтировать обеденную зону. В этом году учащиеся смогут по достоинству оценить преображение. Я думаю, что вот этот обеденный зал, он создаст и настроение, и такую ауру особую, потому что вообще я считаю, что когда ребенок, когда человек входит в школу, в школе должно пахнуть вкусно. У нас, в общем-то, пахло всегда вкусно, но вот внешний вид обеденного зала был, конечно, немножко тоскливым. Руководство 42-й школы обратило внимание не только на обеденный зал, но и на пищеблок. По словам директора, кухня давно уже нуждалась в капитальном ремонте, так как здание находится в эксплуатации уже около 80 лет. Естественно, технологии строительства 36-го года не сопоставимы с нынешними. И, конечно же, наша задача была, в первую очередь, модернизировать коммуникации и продумать более эффективное использование площадей. В 31-й школе капитально отремонтировали кабинеты, спортзалы, кровлю и ограждения. А в Самарской школе номер 144 к 1 сентября отремонтировали все объекты, относящиеся к входной группе. В этом году департамент образования администрации городского округа Самара выделил средства. И были отремонтированы входные группы, была отремонтирована отмостка и положен частично асфальт. По распоряжению главы города в связи с начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом, в школах сохраняется контроль температуры перед началом занятий. Все учреждения по-прежнему должны оснащаться средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Готовность школ к началу учебного года обсудили и в администрации Самары. Там прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Есть ли возле учебных заведений, которые находятся у проезжей части, дорожные знаки, светофоры и разметки? Расскажем в нашем сюжете. 66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Это данные статистики ГИБДД за 7 месяцев текущего года. Цифры озвучили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в администрации Самары. Представители профильных ведомств областного центра и сотрудники госавтоинспекции обсудили реализацию мероприятий, повышающих БДД на улично-дорожной сети города, в том числе вблизи образовательных учреждений, а также работу лаборатории безопасности. За 7 месяцев зарегистрировано 9 происшествий по неосторожности самих детей. Это на 50% меньше по сравнению со статистикой аналогичного периода прошлого года. К образовательным учреждениям относятся достаточно внимательно. У нас таких ярко выраженных мест консистрации ТП непосредственно в границах образовательных учреждений нет. Основная работа, которая подготовка к школам идет, это обновление линии дорожной разметки, которая дублирует знаки дети, внимание детям, образовательных учреждений, обновление разметки пешеходных переходов, находящихся в границах учебных заведений и прилегающих территориях, которые в принципе попадают на маршрут движения пешеходов. С 15 по 30 июля в Самаре обследовали 157 образовательных учреждений, которые выходят на проезжую часть. Из них 88 полностью соответствуют требованиям безопасности. Остальные приведут в соответствие еще до начала учебного года. Параллельно сотрудники госавтоинспекции проводят со школьниками профилактические мероприятия. Ведь многие возвращаются с каникул, отвыкшие от интенсивного движения большого города. Кроме того, еще в прошлом году власти областного центра приобрели лабораторию безопасности, которая позволяет интерпретировать дорожные ситуации. Так, лаборатория безопасности, гостившая летом в Струковском саду, пропустила через себя полторы тысячи человек. Ежегодно в это время у нас отмечается рост дорожно-транспортных происшествий, так как дети действительно возвращаются в города отвыкшие, немножко расслабленные. Поэтому в этот период у нас вводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Оно у нас проходит с 15 августа и по 15 сентября. Кроме того, урок безопасности пройдет и в День знаний – 1 сентября. Также сотрудники ГАИ проведут с подростками. Флешмоб «Спасибо, водитель». Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. На одном из транспортных предприятий Самары рассказали, как ухаживают за техникой и готовятся к осеннему всплеску заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавируса. Специалисты продолжают ежедневную подготовку даже после снятия ряда ограничений, которые ранее вводил Роспотребнадзор. Михаил Ермоленко с подробностями. В этих автобусах самарцы ежедневно ездят по десяткам городских маршрутов. Чтобы сохранить безопасность и комфорт, специалисты транспортного предприятия дважды в день проверяют исправность машин. Утром перед выходом в рейс и вечером, но уже более детально. Вечером, когда автобус приходит в парк, водитель, механик его также осматривает. Если что-то выявляются, какие-то необходимые работы, они все выполняются в ночное время, и с утра автобус уже полностью опять исправен, он выходит на маршрут. Механики, словно хорошие врачи, знают все проблемы своих железных подопечных. В день через ремонтный цех проходит до 100 автобусов. Многие специалисты работают на предприятии десятки лет. Равил Кармышев недавно отметил свой профессиональный юбилей. На службе уже 40 лет. 25 из них работал водителем автобуса и 15 лет занимается техническим обслуживанием. Рассказывает, что работы хватает, но периодически ее становится больше, зависит от сезона. Но это никогда не страшило профессионала своего дела. Самое главное, чтобы автобус вышел в рейс вовремя. Когда вода начинает разъедать, и побольше карданов приходится делать весной и осенью. А летом вроде пока поменьше. Кроме технического состояния машин, на предприятии проверяют готовность к осеннему всплеску заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Ежедневно салоны общественного транспорта убирают, дезинфицируют все поверхности специальными средствами. Внутри транспорта работают рециркуляторы воздуха, а персонал предприятий проходит вакцинацию и медосмотры, чтобы обезопасить и себя, и пассажиров. В регионе растет число заболевших коронавирусом. Чтобы избежать заболеваний, медики рекомендуют сделать прививку. А тем, у кого прошло более полугода с момента вакцинации, пройти ревакцинацию. Подробности в нашем сюжете. Самарцы активно возвращаются с курортов, базу, отдыха и лагерей. Ведь через неделю день Х, 1 сентября. Как результат, растет число заболевших COVID-19. Медики рекомендуют не сянуть с прививкой, а тем, кто прошел эту процедуру более полугода назад, сделать ревакцинацию. Поскольку за это время количество антител в крови снижается. Уже сейчас самарцы активно идут на процедуру, рассказывают врачи. Для того, чтобы подстегнуть иммунитет, чтобы усилить выработку антител к предстоящему подъему новой коронавирусной инфекции, обязательно нужно сделать повторную вакцинацию. Председатель общественной палаты региона Виктор Софер рассказывает, прививки делает регулярно. Но с момента последней прошло более полугода, поэтому пришел на ревакцинацию. Круг общений у Виктора Александровича широкий, в том числе и студенческая аудитория. Поэтому не хочется заболеть самому или заразить кого-то. Ну, по характеру своей работы я много общаюсь с людьми в учебном заведении, в университете, в общественной палате, в разных коллективах. Поэтому считаю, что ревакцинироваться нужно, поскольку это дает определенные гарантии того, что даже если, не дай бог, и приболеешь, то все-таки не в такой тяжелой форме, как это бывает, если ты не вакцинировался. Уже через месяц после прививки от коронавируса можно будет пройти вакцинацию и от гриппа. Особенно настоятельно медики рекомендуют сделать прививки тем, кто находится в группе риска, людям старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Также через месяц после прививки от коронавируса важно пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет минимизировать риск заболевания столь опасными инфекциями. Далее коротко о других темах дня. Это наиболее опасный вид транспорта в России. К такому выводу пришли специалисты страховой компании. По данным экспертов, ежегодно именно у пассажиров этого вида транспорта в результате ДТП фиксируют наиболее тяжелые травмы. Основной причиной аварии специалисты называют нарушение скоростного режима. В Самаре задержали мужчину, который стрелял в дворника из арбалета. В полицию обратился пострадавший. 24-летний сотрудник коммунальной организации. В него выпустили стрелу в одном из дворов поселка Мехзавод. Правоохранители нашли стрелявшего. Ранее его уже судили за кражи и применение насилия в отношении представителей власти. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ГУН ВД России по Самарской области. Четвероногие доноры. В Самаре домашним собакам и кошкам, которых их владельцы приносят в ветеринарные клиники на лечение, переливают кровь животных из приютов. Процедура необходима после травм, операций и инфекций. Но далеко не каждое животное может стать донором. Подробности в нашем сюжете. Протянуть лапу помощи. Животным тоже нужны доноры, но найти их труднее, чем человеку. Для собаки Сары обычная прогулка во дворе дома чуть не стала последней. Питомец случайно съел крысиный яд, который докхантеры периодически разбрасывают на улице. Животное сразу отвезли к ветеринару. Однако лечение долго не приносило результатов. С каждым днем Саре становилось хуже. Начали отказывать лапы. Врачи решили попробовать провести переливание донорской крови. И это спасло собаке жизнь. Сегодня питомец счастлив и абсолютно здоров. В такой степени она была ослаблена. Очень... Ну, она умирала, по сути. Кровь нам... Я так поняла, может, она и помогла немного, ей чуть-чуть подняться. Вот. Но итога такого, какого ждали врачи, не было. Потом через буквально дня 4-5 нам привезли еще одного донора. И через три дня еще одного донора. Помощь вот этих трех собак, трех доноров нам все больше и больше и давали жизненных сил. Конечно, и лекарства. И вот эта кровь очень-очень нам помогла. Переливание крови может потребоваться животному в различных ситуациях. Самое распространенное – это укус клеща. И здесь необходима экстренная помощь донора. Искать среди друзей и знакомых тех, кто согласится отдать кровь своего любимца, не всегда получается. Да и животное может не подойти по медицинским показаниям. Стать донором может не всякий. Собака должна быть старше одного года и младше восьми лет. Быть вакцинирована и достаточно упитана. Мы в своей работе сталкиваемся с донорством очень часто. Наших доноров, собак, которые проживают в нашем приюте в селе Лопатина, либо в нашем госпитале, очень часто самарские известные клиники в любое время дня и ночи вызывают стать донорами. У нас есть собаки-почетные доноры, которые отдают свою кровь десятки раз за годы проживания у нас. Идеальным направлением может стать банк крови. Это даст возможность ускорить процедуру. Сейчас на базе некоторых ветеринарных клиник в Самаре начинает развиваться это направление. Ну а пока без помощи бездомных братьев наших меньших не обойтись. И за это мы должны быть им благодарны. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Первая всероссийская спартакиада по летним видам спорта набрала ход. Больше всего наград разыгрывается именно на этой неделе. В медальных разборках участвуют и самарские спортсмены, которые завоевали для своего региона целую россыпь наград. Накануне отличились пятиборцы, грибцы и баскетболисты. Эфир продолжит рубрика «Новости спорта». Самарцы сделали победный дубль на спартакиаде в мужском разряде современного пятиборья. Золото завоевал 19-летний Кирилл Мануйло с результатом 1509 баллов. На втором месте также представитель Самарской области Александр Лифанов. В его активе 1507 баллов. Александр был абсолютным лидером перед заключительным видом программы, но на последнем круге лазер рана Кирилл догнал и обогнал своего земляка. Еще несколько медалей в копилку Самарской области принес Илья Штакалов. Он быстрее всех преодолел тысячу метров, управляя каноэ одиночкой. Дистанцию он прошел за 4 минуты и 7,422 секунды. А вот в экипаже каноэ «Двойки» с Михаилом Павловым в паре удалось завоевать лишь серебряную награду на дистанции в 500 метров. Самарцы финишировали с результатом 1 минута и 47,432 секунды, отстав от дуэта из Приморского края почти на секунду. Накануне завершились и соревнования по баскетболу 3 на 3. Женская команда 63-го региона, хоть и была в числе фаворитов, на пьедестал не попала, а мужская сборная заняла третье место. Таким образом, у Самарской области 3 золотые медали, 4 серебряные и 2 бронзовые. В командных видах спорта продолжаются групповые турниры. В женском гандболе среди фаворитов команда Самарской области, которая состоит из игроков Толятинской лады. Женщины провели три матча и во всех оказались сильнее своих оппонентов. Сборную Санкт-Петербурга разгромили 51-17, сборную Волгоградской области переиграли 25-20, самая напряженная оказалась встреча против сборной Краснодарского края 29-28. Предстоятельницы Самарской области в таблице делят первое место с москвичками, которые также пока идут без поражений. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Департамент транспорта администрации Самары рассказал в своем телеграм-канале об оснащенности городского транспорта устройствами оповещения. 684 машины, это 96% всего состава, оборудованы звуковым автоинформатором. 270 машин или 38% состава информационной бегущей строкой. Трамвайные маршруты номер 23, 1 и 3 оборудованы внешними звуковыми устройствами оповещения. Завершился прием заявок для участия в конкурсе «Цветущий советский район-2022». Это значит, что пора выбирать победителя, сообщает телеграм-канал администрации советского района. Там же есть ссылка, где можно проголосовать за самый цветущий двор в рамках номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование продлится до 6 сентября, а 10 числа наградят победителей. Телеграм-канал администрации железнодорожного района дает советы, как правильно замораживать летом продукты. Сохранить качество поможет правильная упаковка. Мясо и птицу можно замораживать в оригинальной упаковке, но лучше в вакуумной. Чтобы не испортились овощи перед замораживанием, лучше их забланшировать. Процесс замораживания не влияет на запас питательных веществ в продуктах. После приготовления сырых продуктов, которые ранее были заморожены, можно безопасно повторно заморозить приготовленные из них полуфабрикаты. Дом культуры Победы приглашает жителей на музыкальную встречу. Концерт «Родные края» состоится 24 августа в 18 часов на площадке перед ДК по адресу Кирова 72А, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. Гости смогут оценить многообразие и живой колорит народной музыки и поэзии в исполнении ансамбля русской песни «Волжане. Вход свободный». Самараги запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, доверяют ли наши подписчики интуиции. Более 80% проголосовавших ответили, что всегда к ней прислушиваются. По 7% не доверяют, либо не знают, что это такое. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!